Теперь пациентам не нужно отпрашиваться с работы. Практически во всех поликлиниках края врачи принимают во вторую смену. Попасть на прием к терапевту по новым стандартам можно с 8 утра до 8 вечера. Некоторые поликлиники работают и в выходные дни. Действительно ли это работает, мы проверили, пообщавшись с пациентами одной из барнаульских поликлиник. Ну раньше очередя были, сейчас приходишь вообще ничего нет. Очередей нет и все быстро. Ну по записи я как надо попадаю. А как долго ждете талон средний? Да собственно я выбираю сама, когда мне удобно и все, день. А так не сложно мне кажется. Я не могу вам сказать, изменилось что-нибудь или нет, но я здесь смотрю, здесь никогда много народу нет. Но довольными остались не все. Как отмечают барнаульцы, есть поликлиники, где врачей по-прежнему не хватает и даже удобный график не спасает положение. Историями о больничных злоключениях пользователи делятся в соцсетях. У меня заболел бок в районе печени. Я смог записаться к терапевту только через 10 дней. Отправили сдавать анализы. На повторный прием к терапевту записали через полторы недели. Когда появился снова, отправили на другие анализы. Потом еще. Так я с октября хожу к терапевту, не зная что со мной. Детская поликлиника. Запись по телефону с 7.30. Начинаю набирать номер ровно в 7.30. 12 минут беспрерывного дозвона. Ура! В 7.42 трубку берут. Прошу записать к кардиологу. На том конце провода. Ну, талонов уже нет. Надо было с 7.30 звонить. Черт! А я что делала? Вообще-то мало взять талон. Еще надо прорваться к врачу среди тех, кто с нулевым талоном и просто спросить. Больше всего жалоб приходится на детские медучреждения. Во взрослых ситуация лучше. Им уделяется больше внимания. Там, как сообщили нам в Минздраве, обязаны выдавать талон к терапевту день в день. А ждать приема узкого специалиста пациент не должен больше двух недель. Следят за исполнением правил с помощью тайного пациента и онлайн-мониторинга. Мы обзваниваем поликлиники. То есть мы распределили лечебное учреждение. И поликлиники обзваниваем. Могу вам продемонстрировать. Вот буквально последняя пятничная у нас запись. Вот мы записывались на прием. То есть дальше уже выводы соответствующие. Пока все нововведения системы носят тестовый характер. На полную перестройку нужно больше времени. В Минздраве рассказали, что врачи на новый график пока не жалуются. Правда, специалистов для полной ликвидации очередей все равно не хватает. Необходимо пополнять штат. В Минздраве рассчитывают на выпускников медицинского университета. Только тогда разработанная система будет работать четко. А это мы проверим в следующем году в рамках очередного визита в поликлинику. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.